Здравствуйте, дорогие ребята! Рада снова приветствовать вас на уроке русского языка. На прошлом уроке, ребята, мы с вами прочитали и разобрали первую часть сказа «Серебряная копытца». Я надеюсь, вы прочитали это произведение до конца, и оно вам очень понравилось. Давайте тогда попробуем дать характеристику героям. Какованя. Что вы можете сказать о каковане? Верно. Веселый, ласковый, добрый, трудолюбивый. Что вы можете сказать о даренке? Верно. Веселая, любопытная, смелая, ласковая и трудолюбивая. Правильно. Подумайте, ребятки, какие черты характера объединяют этих трех героев сказа. Какованю, даренку и муренку. Верно. Этих трех героев объединяют такие качества, как доброта, милосердие, забота о ближнем, честность. Совершенно верно. Почему какованя и даренка так хотели увидеть серебряные копытцы? Попытаемся ответить на этот вопрос. Первый вариант. Каждый из героев верил в сказки и хотел увидеть чудо. Второй вариант. Герои были бедными, надеялись продать драгоценные камни и зажить богато. Какой из этих вариантов, по вашему мнению, будет ответом на наш вопрос? Конечно, ребята, каждый из героев верил в сказки и хотел увидеть чудо. Ребята, прочитаем конец произведения. А по тем покосным лошкам, где козел скакал, люди камешки находить стали. Зелененькие больше. Хризалитами называются. Видали? Наверное, вам всем стало очень интересно увидеть этот камень. Вот он, ребята. Хризалит – это прозрачный драгоценный камень золотисто-зеленого цвета. Это необработанный хризалит. Это хризалит после огранки. А вот хризалит в ювелирных изделиях. Ребята, если вы внимательно прочитали этот сказ, то сможете выбрать самую точную формулировку. А. Человек должен любить животных. Б. Очень важно быть скромным. В. Трудолюбие, бескорыстие и доброта обязательно будут вознаграждены. Как по-вашему, о чем сказ Бажова? В. Трудолюбие, бескорыстие и доброта обязательно будут вознаграждены. Ребята, посмотрите на этот слайд. Здесь иллюстрации, которые нарисовали дети к этому произведению. Я предлагаю вам выбрать понравившийся вам отрывок из этого сказа и тоже нарисовать к нему иллюстрацию. А сейчас, ребята, мы переходим к изучению грамматического материала. На предыдущем уроке мы вспомнили с вами, что такое корень. Сегодня мы поговорим и вспомним другие части слова. Ребята, посмотрите, пожалуйста, на слайд. И скажите, при помощи каких частей образовались новые слова? Прочитаем первую строчку. Бег. Забег, побег, разбег, набег, пробег. Верно. С помощью приставки. Выделим ее. За, по, раз, на, про. Посмотрите, пожалуйста, на вторую строчку. Дом, домишка, домик, домище. С помощью какой части слова образовались новые слова? Верно. С помощью суффикса. Выделим суффикс. Иш, ишк, ик, ищ. Молодцы. На странице 24 учебника вам даны правила. Что такое приставка? Приставка – это часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Например, приехал, выехал, переехал. Суффикс – это часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов. Например, словарик, словарный. Посмотрите упражнение номер 25. Образуйте и напишите однокоренные слова. От слов. Читать, лепить, писать, ходить. Вылепить. Вылепить. Переписать. Переписать. Выделим в этих словах приставку. В. Пере. С помощью приставки образовались новые слова. Второе. С помощью суффикса к от слов. Чистить, топить, варить, строить. Образуем новые слова. Чистить – чистка. Топить, топка. Выделим суффикс в этих словах. К. К. Молодцы, ребятки. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. Все вы знаете эту птичку снегирь. Прочитаем слова. Снегири, снегирю, снегирей. Про снегиря. Со снегирем. О снегире. Что поменялось в этих словах? Окончание. Скажите, подумайте. Это одно и то же слово с разными окончаниями? Или это разные слова? Верно, ребята. Это одно и то же слово с разными окончаниями. Что же такое окончание? Какую роль выполняет окончание? Окончание – это изменяемая часть слова, которая служит для связи слов в словосочетании и предложении. Например, родина, родине, родину. Часть слова без окончания называется основой слова. Посмотрите упражнение номер 26 на странице 24. Спишите предложение, изменяя слова, данные в скобках. Выделите окончание этих слов. Низко летали сова. Что нужно поменять в слове сова, чтобы предложение звучало грамотно? Верно, окончание. Низко летали совы. Фонарь освещал только корни деревьев, траву, темные лужи. Вечером мы захватил фонарь и пошли к охотнику. Верно, нужно поменять окончание. Вечером мы захватили, добавляем окончание и пошли к охотнику. Дальше выполните задание самостоятельно. Посмотрите, пожалуйста, следующее упражнение номер 27. Я предлагаю его сделать самостоятельно. Следующее упражнение номер 28. Добавьте к словам суффиксы так, чтобы получились названия профессий. Сад, фокус, трактор, груз, двор, охрана, море. Добавим к этим словам суффиксы, так, чтобы получились названия профессий. Сад. Образуем новое слово с помощью суффикса. Садовник. Выделим суффикс. Здесь два суффикса, ребятки. Оф, ник. Фокус. Образуем новое слово. Фокусник. Выделим суффикс, с помощью которого мы образовали слово. Следующие слова вы выполните дома самостоятельно. Итак, ребята, на сегодняшнем уроке мы повторили с вами части слов. Из каких частей состоят слова? Приставка, корень, суффикс, окончание. Корень – это главная часть слова, в котором заключается смысл. С помощью суффикса и приставки образуются новые слова. Окончание меняет форму слова и служит для связи слов в предложении. Помни, при разборе слова, окончание и основу первым делом находи. После корня будет суффикс, а приставка – впереди. На этом наш урок окончен. Желаю всем удачи. До свидания. Здравствуйте, ребята. Мы начинаем урок математики и тема сегодняшнего урока – решение задач с помощью таблиц. Посмотрим на экран, ребята. Перед нами задача. Давайте внимательно прочитаем ее условия. Собирая конструкцию из кубиков, Эльгюн каждому кубику зеленого цвета ставил в соответствие 3 кубика красного цвета. Сколько кубиков каждого цвета было использовано для конструкции из 24 кубиков? Итак, ребята, переходим к первому этапу решения задачи. Первый этап решения задачи читаем, понимаем. Мы прочитали с вами задачу, а теперь подумаем, что известно в этой задаче. Известно, ребята, что одному зеленому кубику в соответствии ставится 3 красных кубика. Один зеленый, три красных. И еще известно, ребята, что всего Эльгюн использовал в своей конструкции 24 кубика. А теперь, ребята, что же требуется найти? Требуется найти, сколько кубиков каждого цвета использовал Эльгюн. Перейдем к следующему этапу решения задачи. Следующий этап решения задачи – это план. Подумаем, ребята, какой способ мы выберем для решения. Вспоминаем еще раз условия, ребята. Если Эльгюн берет один зеленый кубик, то, соответственно, он в своей конструкции использует 3 красных кубика. А теперь представьте, ребята, а если Эльгюн возьмет 2 зеленых кубика, то сколько кубиков красного цвета он будет использовать? Абсолютно верно, ребята. Вы, наверное, заметили, что 3 кубика в 3 раза больше, чем 1 зеленый кубик. Поэтому если у нас 2 зеленых кубика, то красных будет 6. Абсолютно верно, ребята. В таком случае можно сказать, что количество зеленых и красных кубиков взаимозависимо. А теперь давайте посмотрим на список способов решения задач и выберем подходящие к нашей задаче. Первое, ребята, это способ по действиям, логический выбор с помощью таблиц, заданием списка, построение последовательности, подбор и проверка, начиная с последнего данного с помощью уравнений. Эту задачу, ребята, можно решить разными способами, но самым удобным способом будет способ с помощью таблиц. Почему, ребята? Если в задаче идет речь о взаимозависимой информации о двух или более объектах, то такую задачу, ребята, удобнее решить с помощью составления таблицы. Мы возвращаемся к нашему плану, ребята. Если разместить эти данные в таблице, то можно отчетливо увидеть, ребята, изменение количества кубиков разного цвета и общее количество кубиков. Переходим к следующему этапу решения задачи, то есть к решению. Обратите внимание, когда вы будете составлять таблицу, ребята, в левом столбике вы запишите цвет наших кубиков. У нас были зеленые кубики, красные кубики, а на нижней строчке вы запишите общее количество кубиков, то есть всего. С правой стороны, ребята, мы будем записывать непосредственно количество кубиков разного цвета. Итак, ребята, начинаем. Когда Эльгюн использовал один зеленый кубик, соответственно ему он использовал три красных. А теперь посчитаем общее количество кубиков. Общее количество составляет четыре. Представляем дальше, ребята, ситуацию. Если Эльгюн бы использовал два зеленых кубика, то какое количество красных он будет использовать? Вспоминаем, ребята, в три раза больше, то есть шесть красных кубиков, а общее количество этих кубиков будет восемь. Вы помните, ребята, к какому числу мы двигаемся? Правильно, ребята, у нас должно получиться двадцать четыре кубика. Об этом говорилось в задаче, ребята, что Эльгюн использовал в своей конструкции двадцать четыре кубика. Продолжаем, ребята. Если Эльгюн возьмет три зеленых кубика, то тогда, соответственно, красных он будет использовать девять штук, а общее количество этих кубиков будет равно двенадцати. Двигаемся дальше, ребята. Берем четыре зеленых кубика. Тогда, соответственно, красных у нас будет двенадцать кубиков. Помните, в три раза больше. А общее количество этих кубиков будет равно числу шестнадцать. Далее, ребята, мы продолжаем. Пять зеленых кубиков использует Эльгюн, значит, красных он будет использовать пятнадцать, а в общем двадцать кубиков. Абсолютно верно. И вот теперь, ребята, представим, что если Эльгюн будет использовать шесть зеленых кубиков, то какое количество красных будет соответствовать количеству зеленых? Правильно, ребята, в три раза больше – это восемнадцать. А в общем он использует двадцать четыре кубика. Итак, ребята, мы подошли к искомому числу. У нас получилось число двадцать четыре. Это общее количество кубиков. Сколько при этом зеленых использовал Эльгюн? Шесть кубиков. А сколько красных? Восемнадцать. И вот теперь, ребята, мы перейдем к следующему этапу решения задачи. Это к проверке. Чтобы показать, правильно или неправильно решена задача, нужно проверить информацию, данную в условии задачи. Проверяем, ребята. Общее количество кубиков – двадцать четыре. Это было дано в условии задачи. Мы получили шесть зеленых, восемнадцать красных. Если мы к шести прибавим восемнадцать, то у нас получится двадцать четыре. Проверим и другой пункт. Количество красных кубиков в три раза больше, чем зеленых. Если мы, ребята, количество зеленых кубиков в шесть увеличим в три раза, то мы получим число восемнадцать – это количество красных. Надеюсь, ребята, вы поняли, как решать задачи с помощью составления таблицы. На страничке девятнадцать учебника математики вы найдете задачи, которые нужно будет решить самостоятельно. Я надеюсь, что вы справитесь. Наш урок подошел к концу, ребята. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!